Здравствуйте, Марк. С приездом в Витнюс в прошлый раз у вас не получилось? А что не получилось? Меня просто не пустили. Да? А в этот раз вас пустили? Да, потому что, вы знаете, с прошлого раза я вступил в дело Сущенко. Роман Сущенко, который обвиняет по 276-й статье в шпионаже. И я подписал, когда 3 октября я вошел в это дело, а форум был, я напомню, 13 октября. Я подписал такую вторую форму о гостайне. Там меня предупредили об измене Родине и так далее, если я буду разглашать материалы дела или передавать их там украинской стороне. Они же всех считают шпионами, так сказать, Ленгли, Гурмоу, как они там, это, Сигуранца. Я думаю, что это произошла такая бюрократическая проблема, с которой не справилась пограничная ведомство, тоже ФСБ, кстати, сказать. И они не поняли, так сказать, вот эту отметку, которая в связи со мной возникла, так сказать, на пограничном проходе, так сказать. Ну, я возмутился, я придал это гласности, так сказать, сам факт, потому что они привыкли решать это. Ну, зачем кричать, как мне говорят? Ну, зачем вы вот дали это в агентстве? Ну, зачем вы обратились бы? И они мне прислали действительно бумагу, у меня на руках бумага из ФСБ о том, что с меня снят запрет. Вот я 13-го вылетал в 20-30, что-то, по-моему, рейс был Ярофлотский, да? Ну, что-то в этом роде. С меня сняли запрет на выезд 14-го в 0 часов. У меня бумага эта лежит. То есть я обратился здесь на главе ФСБ Бортнику, я занялся в ряд других ведомств, которые отвечают за это. То есть совершенно очевидно, что это, да, некая бюрократическая оплошность, это не потому, что они хотели, чтобы я конкретно не приехал на форум в Вильнюсске, не в этом смысле было, а в том, что как бы эта форума дает ограничение по выезду. Ну, сколько я носитель секретов, я действительно читал материалы дела, я знаю, о чем там суть дела, и, соответственно, это является чисто бюрократической формальной стороной вопроса, что меня за это выпускать нельзя, я приеду и тут же начну государственные тайны все рассказывать американским и другим разведкам и так далее. Вот как работает этот механизм. А могут не впустить обратно? Нет, это невозможно, потому что по Конституции граждане России имеют право беспрепятственно и выезда, и въезда, но уж въезда-то точно, меня надо лишить гражданства для того, чтобы не впустить обратно. Как адвокат, что вас вот больше всего в правовой системе беспокоит? Ну, мне кажется, ее просто нет. И работа адвокатов, ну, она какая-то, я не знаю, формальная что ли, ну, впустую, да, в холостую идет. Смотрите, это и да, и нет, и так, и не так. Конечно, говорить о России как о правовом государстве, о государстве, которое, так сказать, имеет, ну, классическую, хорошо понимаемую всеми систему разделения властей, независимый суд, отправляющий правосудие, как конституционный вид власти, конечно, и приходится. Однако, вы понимаете, именно вот в этом беззаконии, именно в отсутствии системы права, да, в государственной власти, в ее устройстве этой системы, важно, что остается единственный институт независимый, адвокатура. Потому что, если исчезнут вот эти самые, как вы говорите, бесполезные адвокаты, тогда ничего уже не будет сдерживать для репрессий и беззакония совершенно иного масштаба, на совершенно иного уровня в витке, понимаете? Адвокат зачастую выступает не только защитником, но и негласным свидетелем, и правозащитником, и политиком, и общественным деятелем, и журналистом, если хотите, который препятствует беззаконию. Поэтому нет, на самом деле многое очень зависит от самих адвокатов, конечно. Но все равно же уголовные дела, они политические, и все равно обвинительный уклон. Ну, как в случае с блогером Соколовским, да? Ну, в частности, конечно, блогер Соколовский, конечно, не совершал никаких преступлений, что совершенно очевидно. Но не только потому, что его обвинили незаконно даже по тем статьям, которые в уголовном кодексе присутствуют, но сейчас это дикая 148-я статья, если вы знаете, она появилась после дела Пусирая, это оскорбление, да? Ну, там, 282-я, это уже давнишняя история по экстремизму, но тем не менее, значит, если говорить в целом, то, конечно, это не просто обвинительный уклон. Обвинительный уклон – это некая, ну, такая, либо перманентная, либо имманентная сущность, всякая уголовная исполнительная система и уголовно-правовая система, потому что всегда, что такое обвинение человека? Это уголовный иск государства по отношению к гражданину, по отношению к индивидууму. Но тем не менее, в России-то ведь нет даже правовых оснований. По политическим делам, я повторяю, правосудия в России нет. По общеуголовным оно где есть, где нет, но когда вот эта существует двойственность, где-то за взятки решают, понимаете? Это же тоже непропрессуальный путь. Но это свидетельствует о том, что фактически в нынешнем виде отправление правосудий вот внутри этой системы невозможно. Невозможно там 90, пусть даже, процентов решать вопрос по закону, но 10 процентов, вы знаете, как получится, да? Где, значит, по звонку, где по политическому ущению, где, значит, за взятку? Это значит, что уже ничего нет. И поэтому, с этой точки зрения, просто это нового типа авторитарной системы. Многие говорят, ну ведь не расстреливают же на улицах, да, там, тотально не сажают всех подряд. Правильно, но ведь порог-то чувствительности, он выше теперь, понимаете? Это эквивалентно тому, когда Сталин в день там расстреливал по 10 тысяч человек. Как это не цинично звучит, но сегодня, так сказать, пытки там в Тесеми и в Син, они аналогичны тому, что происходило там в 30-х годах. Порог чувствительности изменился. Люди, так сказать, критичнее, нетерпимее относятся к любого рода насилию со стороны государства по отношению к обществу и индивидууму, понимаете? И поэтому, конечно, задача гражданского общества, пусть даже тающего сейчас в нынешней России, это все-таки добиваться того, чтобы правосудие вместе с другими институтами правового государства, политической демократии, тогда я вернулась. Чувствуете ли вы свое бессилие, когда вот проигрываете дела, зная, что право? И что самое сложное в работе адвоката российского? Да вообще все сложно, на самом деле. Понимаете, сложно и переживать, и когда ты бессилен изменить это, и когда это бессилие, значит, очевидно, другим, но не находят поддержки. Плохо, когда в твоих усилиях тебе не верят даже те, кто, казалось бы, должны бы это делать. Да, потому что гражданское общество вот это очень раздроблено в России. Оно разобщено, но это, кстати, власть сделала. Это не то, что как бы они меж собой все время грызутся. Это везде происходит. Но власть прожила огромное усилие для того, чтобы люди не могли между собой коммуницировать. Работа адвоката, она очень сложная, потому что я не просто адвокат, я адвокат по политическим делам. То есть я не занимаюсь вообще уголовными делами, я не плачу, никогда не платил взяток, не участвовал ни в чем криминальном. И поэтому мне гораздо сложнее, чем многим другим. Более того, я свою работу веду публично, и поэтому прежде всего нахожусь под градом критики самого Кремля, ну, такого вот дефамации, я бы сказал, публичной, который выгодно представляет меня человеком, который не исполняет своих обязанностей надлежащим образом. Что сажают этих людей не потому, что есть некое предварительное задание, есть некая репрессивная политика, а потому что, типа, у нас плохо работают адвокаты. Задача расшифровывать эти смыслы, да, доводить до общественного сознания то, что в России отсутствует правосудие, это в том числе задача адвоката. Потому что если это понимание будет распространяться, и мы примеры того знаем, люди по-другому к этому начинают относиться, как вот в случае с коррупцией. Посмотрите, Навальному уже удалось внушить огромное количество людей, молодых людей, вовлечься в борьбу с этим злом. Это означает, что наша работа не бесполезна. И это бессилие, оно не вечно. Оно все равно результат свой даст. И этот результат, прежде всего, изменение этой системы. Но вы как политический адвокат используете какие-то политические механизмы для защиты прав? Публичные вы их называете? Конечно, потому что если я понимаю, что в суде добиться защиты невозможно, я использую механизмы, которые приводят к воздействию. Да, власть, которые, производные, от которой являются суды, такие источники давления, которые дают результат. Ну, международное, в частности, давление, публичность в делах, апелляции к прессе и так далее, к СМИ. Это тоже механизм. Но на самом деле, правда, заключается в том, что это сугубо и есть работа адвокатов. Если вы найдете классические системы, не вашей системе общего права в Америке, или системе писанного права, ну, Роман Германский, как мы называем, континентальный, вы с легкостью найдете лучших адвокатов, которые никогда не пренебрегали публичности, никогда не отказывались от законных, подчеркиваю, политических методов давления на суд. Даже в лучших своих, так сказать, проявлениях суды, там, той же Франции, вспомним опыт Жака Виржеса, который, будучи весьма эксцентричным адвокатом, защищавшим людей весьма сомнительных, но, тем не менее, никогда не гнушался, не пренебрегал возможности публичной защиты, политических методов давления, а, значит, аккумуляция общественного мнения в поддержку своих подзащитных, это нормально. Просто в России огромное тому противодействие. Отсутствуют свободные СМИ, отсутствуют непоцензурные СМИ, которые могли бы свободно об этом рассказывать. И ровно поэтому у людей зачастую складывается впечатление, что это какие-то неправовые методы, что это какая-то подмена процессуальной работы, какой-то иной. На самом деле это не так. Дело в том, что я адвокатурой занимаюсь очень давно, просто это качество не было востребовано публично. Никто не знал о том, что я адвокат, пока я занимался политикой. А на самом деле, так сказать, я впервые стал адвокатом в 96-м году. Просто потом у меня были перерывы, я возвращался к чиновникам, депутатам. Просто это говорит о том, что в нынешних условиях по политическим делам востребована именно такая методология. Когда-нибудь пройдет и это, и необходимости в этом отпадет. А если вы даете подписку о неразглашении? Ну, вы знаете, я вообще никогда не давал подписку, кроме дела Сущенко. Здесь выбор был, либо я вхожу в это дело, либо нет. Здесь я вынужден был дать две подписки. И о неразглашении материалов уголовного дела в предварительном следствии. И о гостайне. Поскольку в деле Сущенко, поскольку его обвиняют по 276-й статье, это шпионаж уголовного кодекса, значит, содержится гостайна, и, соответственно, на меня наложены вот эти ограничения. Во всех других делах я ни разу не давал подписку. Ни разу. Ни по делу Развожаева, ни по делу Пусирает, ни по делу Савченко. Вот по делу Пусирает. По-моему, это совершенно уникальное и нетипичное дело. И мне кажется, что вы очень много удивлялись вот этой изощренности. Вы знаете, это было дело нового времени, потому что, напомню, аналогичного рода дел действительно не было. И я напомню, их инкриминация была по 213-й статье по хулиганству. Сейчас появилась вот эта 148-я статья оскорблении религиозных чувств. А ведь ее не было, и поэтому состав притягивался к тому, что они сделали. Конечно, спор юридически сугубо шел о том, что, ну, я придерживаюсь той точки зрения, что имел место небольшое административное правонарушение. Там есть такая статья 5.26 в административном кодексе, тысяча рублей штрафа, поскольку они зашли вот на эту с Илью Амвон, а была табличка о том, что туда заходить нельзя. Вот все, в чем выразилось их правонарушение. Тысячерублевый штраф. Этим можно было бы ограничиться и как бы в назидание им сказать, что так нельзя делать и подумать, как оградить религиозные культовые учреждения, вот там, вторжение какого-то, посещение там мест, которые только для культовых работников, так сказать, клириков предназначены и так далее. Но это совсем не область уголовного действия, уголовной нормы. Дело это было уникально еще и потому, что та степень публичности, которая была в этом деле, она беспрецедентна, потому что подобного рода дел я даже не вспомню, чтобы такой масштаб внимания был к этому делу. Но это было искусственно сделано. Мы, так сказать, старались предать. Я, в общем случае, и моя стратегия заключалась в том, чтобы на сторону этих молодых людей и огромное число встало людей во всем мире. Да, это и произошло. Поэтому я считаю, что оно создало предпосылки, вот, ведение, методов ведения этого дела для очень многих других людей, которые воспользовались подобным же и в своей защите, вот, часто, по делу Соколовского, по ряду других дел, я вижу, что, так сказать, люди апеллировали ровно к той же аудитории, что и я. Значит, это не было напрасно с адвокатской точки зрения. А что произошло с Надей Савченко? Вы знаете, для меня ее генезис, вот эта трансформация, она самому удивительна. Я ее критиковал за это. Но я не критиковал ее как политика, потому что это дело украинцев. Это они решают. Причем там есть простой механизм, голосовать не голосовать. Но вот, к сожалению, поездки в ДНР, ЛНР, ну, в ДНР она ездила, в Донецк, она ездила в Минск, встречалась с Захарочевым, в Платинске и так далее, я считаю, очень повредили процессу защиты вот как раз и политику ученых в России, и обмену пленными и так далее. По той простой причине, что это создало очень серьезную иллюзию, что там можно обо всем договориться, что там это прямые контакты сепаратистов с Киевом официальным возможны, что нет никакой роли Москвы, что это не марионеточные правительства, а что это какие-то самостоятельные структуры, у которых есть свои политические программы, взгляды, ну да, идет война. Это, мне кажется, очень повредило, потому что у какой-то части, пусть незначительного украинского общества, да и в России это поддержало настроение большинства, что вот можно решать эти проблемы над прямым диалогом, а это же не так. диалог это должен вестись между Киевом и Москвой. И мне кажется, что надежда просто оказалась неумелым политиком, просто неумелым политиком. Перед всем ее честности, прямолинейности, политика это не ее удел. Зато пуссирает эволюционировали в правозащитниках. Ну, какая-то их часть, потому что вы знаете, ведь все эти дела, они все сложные, все тяжелые, и люди тяжелые. То есть не стоит питать иллюзии, все люди тяжелые, да, так сказать, но выход из этих уголовных дел не для всех был, так сказать, легким, так сказать, без переживаний, без скандалов, конфликтов, потому что это человеческая среда. Любой, возьмите, даже не те дела, в которых я не участвовал. Дело Павленского, посмотрите, как оно кончилось. Любое, возьмите, везде, все со скандалов. Даже вот сейчас, Эльдаром Дадзин, не то со скандалов, понимаете, не потому что люди какие-то плохие, а напряжение так велико, что многие наделяют этих людей какими-то исключительными качествами, что это какие-то герои, небожители. А это что не так? Это обычные люди, об этом надо помнить, что это внимание общественное, оно необходимо, чтобы их спасти, а не для того, чтобы их возвеличить, сделать их лучше других. Это тоже очень важно для понимания. Поэтому каждый устроился в жизни как смог. Кого бы вы не стали защищать? Это сложный вопрос, потому что, наверное, я все-таки бы не стал защищать представителей нижней власти. Потому что у меня есть убеждения, они мешают. Хотя адвокат не должен, так сказать, руководствовать убеждения, но у меня также есть и право свободное. Я могу сам себе выбирать клиентов. Такая возможность у меня тоже есть. У меня не отбирает ни закон, ни кодекс адвокатской этики. Поэтому, наверное, есть люди, которых я не стал защищать. Думаете ли вы, что то, о чем здесь на форуме говорят, это возможно? Вот люстрация, смена режима, прочее? Люди руководствуются надеждами, это тоже нормально. Если люди не будут рассчитывать на то, что когда-нибудь эти программы, этих изменений можно будет реализовать, тогда и нечего вообще обсуждать. потому что в Москве такие обсуждения, я вас уверяю, вообще невозможно. Провести такое мероприятие, такое собрание в Москве невозможно. Спецслужбы, Кремль, там, не важно, это не сразу президент, кто угодно, не позволят провести такое мероприятие. Значит, его все равно эти вопросы и эти проблемы где-то надо обсуждать. Я в этом смысле считаю, что Вильнюс прекрасное место, раз нет другой возможности соединить здесь эмигрантов и значит людей из Москвы, из России, так сказать, со всей, которые могут приехать сюда, добраться сюда. Это хороший опыт. Почему нет? С чем вы будете здесь выступать? Вы знаете, у меня панель, которая будет завтра, она там разнообразная тема. Я посмотрю, что ей будут говорить другим. У меня есть свой как бы план, с которым я выступлю. Там это будет причем в холодной войне внутри вот России, да. У меня есть многое что сказать и с личного опыта, и какие-то вещи оригинальные, а может быть я какие-то внушу отдельные смыслы, какие-то соображения, которые пригодятся и будут интересны остальным относительно того, что сейчас происходит и в какой стадии находится режим. Я об этом буду говорить. Буду опираться на опыт своих политических дел, какие-то отсылки буду делать. Так что, мне кажется, это будет интересно, это будет короткое выступление. В какой стадии режим вы чувствуете, что закручиваются вот гайки, что называется? А вы знаете, параллельно идет. И гайки закручиваются и откручиваются, и одновременно идет маневрирование со стороны режима для того, чтобы не скатиться, не попасть в какую-то ситуацию, в которой уже не будет выхода обратного. Здесь многосегментная вещь, потому что типология этого режима авторитарного, она слишком специфическая. Это же не идеологический режим, да? То есть оно не вывешивает ничего. Сегодня у него лозунг дня, там, да? То они к советскому прошлому ригидному апеллируют, то к скрепам духовым, то разводятся. В общем, у них очень сложно все устроено, поэтому режим сейчас находится в стадии такой осенней, я бы сказал, то есть в такой акматической стадии спуска вниз, с горы. Обострение? Вы знаете, это обострение, оно же перманентное. Оно было и в одиннадцатом, оно сейчас есть, так что мы посмотрим. То есть Путин не безумный диктатор? Нет, он не безумный, он расчетлив, но его расчет неправильный, вот так я бы сказал. Спасибо.